Приключения Геккельберри Финна Марк Твен Глава первая Вы про меня ничего не знаете, если не читали книжки под названием «Приключения Тома Сойера». Но это не беда. Эту книжку написал мистер Марк Твен и, в общем, не очень наврал. Кое-что он присочинил, но, в общем, не так уж наврал. Это ничего. Я еще не видел таких людей, чтобы совсем не врали. Кроме тети Полли и вдовы, да разве еще Мэри? Про тетю Полли, это Тому Сойеру, она тетя, про Мэри и про вдову Дуглас рассказывается в этой самой книжке. И там почти все правда, только кое-где приврано. Я уже про это говорил. Now, the way that the book winds up is this. Tom and me found the money that the robbers hid in the cave, and it made us rich. Окончается книжка вот чем. Мы с Томом нашли деньги, зарытые грабителями в пещере, и разбогатели. We got six thousand dollars a piece, all gold. Получили мы по шесть тысяч долларов на брата, и все золотом. It was an awful sight of money when it was piled up. Такая была куча деньжищ, смотреть страшно. Ну, судья Тэтчер все это взял и положил в банк. И каждый божий день мы стали получать по доллару прибыли. И так круглый год. Не знаю, кто может такую уйму истратить. Вдова Дуглас усыновила меня и пообещала, что будет меня воспитывать. Только мне у нее в доме жилось неважно. Уж очень она донимала всякими порядками и приличиями. Просто невозможно было терпеть. В конце концов, я взял да удрал. Надел опять свои старые лохмотья, залез опять в ту же бочку из-под сахара, и сижу, радуясь вольному житью. Однако Том Сойер меня отыскал и рассказал, что набирают шайку разбойников. Примут и меня тоже, если я вернусь к вдове и буду вести себя хорошо. Вдова поплакала надо мной, обозвала меня бедной заблудшей овечкой и всякими другими словами. Но, разумеется, ничего обидного у нее на уме не было. Опять она одела меня во все новое, так что я только и знал, что потел, и целый день ходил как связанный. К ужину вдова звонила в колокол, и тут уж никак нельзя было опаздывать. Непременно приходи вовремя. А сядешь за стол, никак нельзя сразу приниматься за еду. Надо подождать, пока вдова не нагнет голову и не побормочет немножко над едой. А еда была, в общем, неплохая. Одно только плохо, что каждая вещь сварена сама по себе. То ли дело куча всяких огрызков и объедков. Бывало, перемешаешь их хорошенечко. Они пропитаются соком и проскакивают не в пример легче. В первый же день после ужина вдова достала толстую книгу и начала обчитать мне про Моисея в тростниках. А я просто разрывался от любопытства. До того хотелось узнать, чем все это дело кончится. Как вдруг она проговорилась, что этот самый Моисей давным-давно помер. И мне сразу стало неинтересно. Плевать я хотел на покойников. Скоро мне захотелось курить. И я спросила разрешения у вдовы. Но она не позволила. Сказала, что это дурная привычка и очень неряшливая, и мне надо от нее отучаться. Бывают же такие люди. Напустятся на что-нибудь, о чем и понятия не имеют. Вот и вдова тоже. Носится со своим Моисеем, когда он ей даже не родня. Да и вообще, кому он нужен, если давным-давно помер. Сами понимаете. А меня ругает за то, что мне нравится курить. А сама, небось, нюхает табак. Это ничего. Ей-то можно. Ее сестра, мисс Уотсон, порядком усохшая старая дева в очках, как раз в это время переехала к ней на житье и сразу же пристала ко мне с букварем. Целый час она ко мне придиралась, но в конце концов вдова велела ей оставить меня в покое. Да я бы дольше и не вытерпел. Потом целый час была скучище смертная, и я все вертелся на стуле. Мисс Уотсон would say, Don't put your feet up there, Huckleberry. А мисс Уотсон все приставала. Не клади ноги на стул, Геккельбери. And don't scrunch up like that, Huckleberry. Set up straight. And pretty soon, she would say, don't gap and stretch like that, Huckleberry. Why don't you try to behave? Не скрипи так, Геккельбери. Сиди смирно. Не зевай и не подтягивайся, Геккельбери. Геккельбери, веди себя как следует. Then she told me all about the bad place, and I said I wished I was there. Потом она стала проповедовать насчет преисподней. А я возьми да и скажи, что хорошо бы туда попасть. Она просто взбеленилась. А я ничего плохого не думал. Лишь бы удрать куда-нибудь, до того мне у них надоело. А куда, все равно. Мисс Уотсон сказала, что это очень дурно с моей стороны, что она сама нипочем бы так не сказала. Она старается не грешить, чтобы попасть в рай. Но я не видел ничего хорошего в том, чтобы попасть туда же, куда она попадет. И решил, что стараться не буду. Но говорить я этого не стал. Все равно никакого толка не будет. Одни неприятности. Тут она пустилась рассказывать про рай. И пошла, и пошла. Будто бы делать там ничего не надо. Знай, прогуливайся целый день с сарфой, да распевай. И так до скончания века. Мне что-то не очень понравилось. Но говорить этого опять-таки не стал. Спросил только, как она думает, попадет ли туда Том Сойер. Я очень обрадовался, потому что мне хотелось быть с ним вместе. Мисс Уотсон. Мисс Уотсон все ко мне придиралось, так что в конце концов мне надоело и сделалось очень скучно. Скоро в комнаты позвали негров и стали молиться. А потом все легли спать. Я поднялся к себе наверх с огарком свечки и поставил его на стол. Сел перед окном и попробовал думать о чем-нибудь веселом. Только ничего не вышло. Такая напала тоска. Хоть помирай. Светели звезды и листья в лесу шелестели так печально. Где-то далеко ухал филин. Значит, кто-то помер. Слышно было, как кричит казадой и воет собака. Значит, кто-то скоро помрет. А ветер все нашептывал что-то. И я никак не мог понять, о чем он шепчет. И от этого по спине у меня бегали мурашки. Потом в лесу кто-то застонал. Вроде того, как стонет привидение, когда оно хочет рассказать, что у него на душе. И никак не может добиться, чтобы его поняли. И ему не лежится спокойно в могиле. Вот оно скитается по ночам и стонет. Мне стало так страшно и тоскливо. Так захотелось, чтобы кто-нибудь был со мной. А тут еще паук спустился ко мне на плечо. Я сбил его щелчком прямо на свечку и не успел опомниться, как он весь съежился. Я и сам знал, что это не к добру. Хуже не бывает приметы. И здорово перепугался. Просто душа в пятки ушла. Я вскочил, повернулся три раза на каблуках и каждый раз при этом крестился. Потом взял ниточку, перевязал себе клок волос, чтобы отвадить ведьм. И все-таки не успокоился. И это помогает, когда найдешь подкову и вместо того, чтобы прибить над дверью, потеряешь ее. Только я не слыхал, чтобы таким способом можно было избавиться от беды, когда убьешь паука. Я снова спустился, and got out my pipe for a smoke, for the house was all as still as death now, and so the widow wouldn't know. Меня бросило в дрожь. Я опять сел и достал трубку. В доме теперь было тихо, как в гробу. И значит, вдова ничего не узнает. Прошло довольно много времени. Я услышал, как далеко в городе начали бить часы. Бум, бум, пробило двенадцать, а после того опять стало тихо, тише прежнего. Скоро я услышал, как в темноте под деревьями треснула ветка. Что-то там двигалось. Я сидел, не шевелясь, и прислушивался. И вдруг кто-то мяукнул, еле слышно. Вот здорово! Я тоже мяукнул, как можно тише. Мяу, мяу. А потом погасил свечку и вылез через окно на крышу сарая. Оттуда я соскользнул на землю и прокрался под деревья. Гляжу, так и есть, Том Сойер меня дожидается. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...